Во время официального представления, которое прошло 2 сентября в Большом зале исполкома, новый глава Измельской райадминистрации Валентина Стойкова рассказала о приоритетных для себя направлениях в развитии района, в числе которых поднятие экономики, взаимодействие с районными администрациями других районов области, решение социальных вопросов, а также привлечение дополнительных финансов в развитие населенных пунктов. Во время пресс-конференции, которая прошла сразу после представления, руководитель сообщила, что в структуре районной администрации в ближайшее время предстоит сокращение около 40 человек. Перед этим будет проведен функциональный аудит структурных подразделений. Проблема создания перерабатывающих предприятий в Измельщине также поднималась в разговоре с журналистами, но главное условие захода инвесторов на территорию района – наличие стратегического плана развития. Руководитель рассказала и о том, что в ближайшее время намерена встретиться с владельцем Некрасовского полигона Дмитрием Клименко. Если он не предпримет надлежащих мер по прекращению горения мусорной свалки, то дело примет другой оборот, вплоть до создания в районе альтернативного завода по переработке мусора. Тем более, что такая возможность есть. Снежана Стрепетова, Веб-студия Курьер.